Музеи страны ожидают большая проверка, оценивать будут их системы безопасности. Поводом стал недавний инцидент в Третьяковской галерее, откуда средь бела дня была украдена картина Архипа Куинджи. Ожидают ли в Пермской художественной галерее больших проверок и как там обстоит дело с сохранностью экспонатов? Ответы у Юлии Зыковой. Это видео с камер наблюдения за последние несколько дней облетело все СМИ страны. Молодой человек в Третьяковской галерее на глазах у всех снял со стены картину Архипа Куинджи и вынес ее с выставки. Через несколько часов и похититель, и картина, чья страховая стоимость 12 миллионов рублей, были найдены. После инцидента в Третьяковке федеральный Минкульт намерен провести внеплановые проверки систем безопасности во всех крупных музеях страны. Ожидают проверку и в Пермской художественной галерее. Здесь вспоминают, в истории галереи был случай похищения экспоната. Произошло это несколько десятилетий назад, еще в советские времена. Рабочий во время работ в закрытом режиме вынес из витрины икону, которая была найдена тут же, буквально в течение нескольких часов. Это такой для нас большой урок для того, как крепить, как закрывать витрины, делать датчики, и принимать все возможные меры по безопасности коллекции. Меры безопасности сейчас действительно серьезные. Что называется, мышь не проскочит. Повсюду камеры видеонаблюдения, датчики, тревожные кнопки, круглосуточные посты охраны. В каждом зале смотрители. Да и картины в Пермской галерее развешаны не на крюках, а на специальных подвесах. Так просто со стены не снимешь. Здесь говорят, ЧП в Третьяковке очень напоминает старый советский фильм «Старики-разбойники», герои которого, переодевшись в рабочих, вынесли ценное полотно из музея. Что вы собираетесь делать? Отнесем ее на рекламацию. На реставрацию? Ну да. Я что-то вас первый раз вижу. У них тут такие раздутые штаты, что разве упомнишь их всех? Да. Это не наш случай, говорят в Пермской галерее. Штат здесь небольшой, все сотрудники знают друг друга в лицо. И грядущих проверок, плановых и внеплановых, ожидают спокойно. Есть правда правила учета и хранения, когда ни одна вещь не может быть снята без присутствия хранителя, не может быть вынесена без пропуска, выданного главным хранителем. То, что произошло в Третьяковке, это какое-то дерзкое, спланированное преступление, которое не из-за халатности произошло, а именно своей такой наглостью оно вызвало неожиданную реакцию. Громкая кража всколыхнуло интернет-сообщество. В телеграм-канале «Соленые уши» устроили шуточный опрос. Что бы вы вынесли из Пермской художественной галереи? Большинство высказались за деревянную скульптуру, картины Эвазовского и Куинджи. В общем, есть в этой истории и позитивная сторона. ЧП в Третьяковке привлекло внимание народных маск искусству. Многие узнали, кто такой Архип Куинджи и где можно увидеть его работы. Кстати, в коллекции Пермской галереи четыре полотна этого художника. Картины прибыли в Пермь еще в 20-е годы прошлого века. Три из них сейчас находятся в постоянной экспозиции. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.